Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга «Открытым окон». Разбор выступлений Патриарха Алексея Второго. Вопрос 2595. Ваше Святейшество, какова ситуация на Украине? Действительно ли она вызывает опасения? И почему? Отвечает Патриарх Алексей Второй. Посещение Папой Иоанном Павлом Вторым Украины отнюдь не привело к уврачеванию данной ситуации. До этого и не могло случиться, ибо позиция Православной Церкви в период подготовки визита была Ватиканом проигнорирована. В последнее время учреждены новые католические епархии в восточных и южных регионах Украины, где подавляющее большинство населения традиционно на протяжении столетий является паства Московского Патриархата. Разумеется, подобные шаги, предпринимаемые Римом в одностороннем порядке, без какого-либо обсуждения или консультации с Православной Церковью, не могут способствовать ничему, кроме усугубления напряженности в двухсторонних отношениях. Нынешний период, по-видимому, чреват новым обострением конфликта. Стало известно о намерении руководства Украинской Греко-католической Церкви повысить собственный статус до уровня, так сказать, патриархата и перенести свой административный центр в Киев. Если это решение, очевидно, недружественное по отношению к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, будет все-таки принято, то, быть может, придется надолго оставить надежду на возможность урегулирования украинской проблемы. Вина за это всецело ляжет на тех представителей Ватикана, которые во имя достижения призрачных сиюминутных выгод приносят жертвы будущие православно-католических отношений. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. Если те и другие, как бы, овцы одного хозяина, то значит они не овцы. Послание к Галатам, 5 глава, 15 стих. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения. Конец цитаты. И виноваты больше всего попы, которые не заботились о рождении свыше своей паствы, не вели их ко Христу, а окружили вокруг себя и храма. Теперь пожинают плоды, которые следовало ожидать. Когда униатов насильно приписывали к православной вотчине еще при Сталине, приезд Папы Римского совершенно никакой роли не играет в этом конфликте. Пусть бы он приехал к нам. Мы бы оказали ему достойное его звание прием, но обязательно бы рассказали о беде и в их среде. И главное, что его почитают несравненно выше, чем Христа, очень многие его последователи. Евангелие от Матфея, 13 глава, 27 стих. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы? Евангелие от Иоанна, 16 глава, 2-3 стихи. И сгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня.